Здравствуйте, друзья! Вот приехали к голубятнику Сергею Григорьевичу с 20-летним стажем, занимается разведением голубей мясной породы, кинги. Вот посмотрим обзор, такие вот голуби красного цвета, да? Все голуби держатся, я сейчас держу, только по цветам, то есть однотонно, чтоб в одном вольере были больше, трех пар тут не нужно было, потому что они друг другу не дадут потом дальше и плодиться. Здесь черные. Здесь черные. Где были куплены на выставке, где дома, где еще родословная с Украины приехала, те времена, когда они воевали с 2000-х годов. Здесь вот уже желтые пошли отдельно. Желтая мазь. Да. Открыть можно, ну, через сетку? Мы зайдем, мы его не откроем. Поближе посмотреть. Где она под фазаном? Если фазан выскакивает у вас с рук, вы по коридору идете, он выскочит под ноги. А если тут выскочит, то он улетел. Вот здесь сидит все молодежь, собирается, которая рождается. Так, вы заходите? Она рождается вся, от всех вольеров, все цвета. Они вырастают и потом отлинивают. Вот уже более отлинивают. Желтые его видно уже ровно туда-сюда. Это скукаем уже по возрасту? Ну, это с апреля месяца приблизительно. Апрельские, да? Да. Вот есть, которые еще пищат здесь. Это молодежь, да? Да. Это все молодежь. Вот все еще из всех вольеров. Вот. Вот маленький, который делает. Где они мазают? Вот он. Это пескун маленький. Да. Здесь пара живет. Они не мазанные. То есть, ну, как не мазанные. Их не нашлось ни ей, ни ему. И они выпускают, это самое, рождается у них повесь. Цвет меня не интересует. Здесь уже пошло на мясо. Вот, споровалась голубка белая с красным вот этим немазаным, как половая доска голубой. Вот снесли яйца. Вот они здесь сейчас отдолиняют, приобретут свои определенные взрослые качества и потом уже пошли. Тут уже будем смотреть. Чувак. Вот красотища. Куда? По цвету. Он сплошной, красный, насыщенный. Здесь залито много крови. На красного залито много крови желтой. Потому такой цвет. Если у него тоже получается красный, но это красный совсем другой. Тоже где-то подхвостник там бывает. Вот эти качества. Вот она. Вот она голубкая. Ну, хвост чуть длинноватый. Вот мелче есть. Ну, все. Вот там вот в том вольере. Вот это все племенные, да? Луганские. Не, у маточники вот они все. Это тут молодежь. Вот. Вот приблизительный стандарт. Как мы считаем. Грудь колесом, широкая шея, голова большая, высоко приподнятый. Хвост где-то приблизительно 15 градусов у нее и будет. Горизонтальный, чуть приподнятый. И, в принципе, они все здесь так подставлены. Ну, более там уже вот это, что-то отойдет. Хвост по длине получается. Но нам деваться некуда. Голубку, если надо, потому что голубь у нас где-то больше то самое. Там он пескуняка сидит. Угу, молодые песковые. Да. В этом году я обновил целиком полосу маточные поголовья. Вот он вот куда еще. Колобок. Сейчас, если его взвесить чисто символически, он где-то килограмма-три больше будет. Ого! Как маленькие корочки, да? Да, они будут. Вот он ходит, он сторожит свое тому гнездо у него. Вот он, голову туда. Кольца я ставлю метные специально. Это от какой линии идет и с кем скрещеный. Ну, там у меня журналы отдельные. Вот они все, грудь колобка стоят. Вот она, та же голубочка. Красавец этот. Здесь их три пары. Больше здесь их не должно быть. Среди, Горос, ну расскажите вот про эту породу. Для каких целей ее вообще? Ее вывели специально, вывели для того, чтобы есть. Для еды, да? Да. На мясо? На мясо ее вывели. Значит, вывели американцы. Хотя сейчас вот книга есть такая. Я за ней гоняюсь. Хотя уже там на Западе спрашивают у меня есть. Коих-то живет. Ее никто не найдет. Там называется метод, это самое, выращивание местных голубей. Сквоба. Сквоба это местные голуби. Это выращивание. Они написали там вот этот сам. В штатах в одних у них получается, у них в штатах. А та же порода, только будет что-то другая. Стандарт свой определенный. У нас сейчас тут умных хватает людей, которые начинают вот так и так, туда-сюда, я вот это знаю, это ничего не знают. К нам они приехали оттуда. Мы еще даже сами не видели, только на картинах. И я даже не видел. Вот допустим, был бы стандарт он. Рост такой, вес такой, ширина голова такая и прочее, прочее. Вот, ну, приблизительно, я думаю, что вот этот такой. Это еще в те, в Луганске мне проложили. То есть голуби мясные, а стандарт тоже на них имеется. Они, да, они разные стандарты идут. Это мы говорим за кингал. Это кингал. Потом мы сейчас с вами, у вас ничего нет. Вы возьмете, подливаете кролу туда. Он и мясной и штрассер, он римский мясной, он и польская рысь, и майдан, и майдан, и там, и бланка, и какой хочешь. Там их куча разновидностей туда-сюда. Есть все. Вот он, сейчас вот голуб, он гонит голубку на яйца. Она находит место, вот она нашла, приходится мне делать гнездо под нее. Не просто где я поставил, вот они будки стоят у каждого. Ну, может, вот он сюда сделает, значит, они будут здесь. И вот она сделала там, уже вторую кладку ложат. Первая не получилась. Ну, это молодежь. Я в этом году обновил все. А их можно, Сергей Григорьевич, использовать эти голуби, ну, как бы вот кормилок, подкладывать яйца с других пород голубей? Если хорошее яйцо, крупное и хорошее, они могут подавить их. Они сами тяжелые, и они раздавят обычное яйцо. Ну, кормят они, вот вы видели, сейчас мы снимем, какой он сидит, вы видите, что половина в зобе, веса там точно есть, у него зерна, у воды зерна. Давайте пескненка этого посмотрим. Ну, сейчас там крупный, ну, вот. Яйцо, оно совсем другое, вот крупное, мы сейчас возьмем. Вот она. Вот, если голубь потрогать его. Ну, да, такой весистый прям. Ну, вот и все, и он будет. Сейчас. То есть эти голуби разводятся для мяса, для еды. Дело бывает, потому что я сделал маленькие носители, потому что, чтобы они не поломали ноги. В смысле, как не поломали ноги? Ну, как, сейчас залетите на них, будет садиться, и вы пойдете, поломаете ноги. Вот пара, вот они пара, они сейчас, он ее ходит. Вот этот больше, ну, кило двести будет точно. Тело двести. Это уже потрошеный, да, будет? Нет, он сейчас вот. А, сейчас, да? Вот его и лед. Тут пара молодых. Вот она, один. Дети. Ну, уже сейчас скоро, вот. Их скоро я буду высаживать. Тут сидит на яйцах, они вот туда-сюда. В уточках. Выше они. Желтые они, вот. Вот сейчас, ты, ну, полуец, который уже открылся. Но он еще ходить не может, потому что он на такой степени забитый, толстый. Вот он. Еле ходит. А он уже сам клюет, ездит? Нет, еще не клюет. Нет, еще не клюет. Он еще кормится. Вот их тогда вот на Западе где-то от 30 дней их кормят. Там вообще по-другому все построили. Это у нас они кормят голубей. А там, посмотри, там кормится шприцом. Прямо как вот лоток вытаскивают. Сергей Григорьевич, а вы вот продаете голубей, да? Ну, сначала я провез пару белых. Тогда же было две выставки у нас в стране. Осенью и весной. Все. Вот он встретились там. Привезли с Западом все от браковку. Мы ее хватанули, заплатили долларами. Год возимся, возимся или полгода. Там не несется. Они стерилизованные все. Антибиотиками напичканные. Хорошие, крупные. Туда-сюда. Но плодовительства ничего нет. И вот этими макарами 20 лет ищешь там, находишь там, дружишься, встречаешься с украинцами. Там ближе козья тропы еще давно были сделаны. Я говорю вам так, как она на самом деле есть. И они туда с Венгрии, там много ферм. Оттуда перетаскивали. А нам провозили. Мы глядели, глаза не видели первый раз. Хватали все. А толку ничего не было. Ну вот. Проходит почти год. Вы возитесь, возитесь. Толку ничего нет. Потом получается, где-то что-то находите. И получается, откуда рябота. Потому что нет выбора. Вот если вы мне пару возьмете, грубо говоря, белых, то у вас никаких рябок уже больше не будет. Потому что в течение 20 лет только они белые и шли. Сергей Григорьевич, а какую цену вы голубей продаете? Тысячу рублей голова. Тысячу рублей за одного. Да, это нормальное явление. Хотя сам тоже беру. Опять берешь. Вот надо было вот этого голуба. Я его взял. У меня желтого не было. Он совсем другой голуб. Вот он. Да нашел все. Я говорю, что будет хоть год другой нестись? Он сказал, будет. Вот ответ у него. Хотя он не молодой. Ну, более близкий. Уже в ее хвост так вот. Голова-то и сюда-сюда, грудь колесом. У него вон песку мято. Сейчас мы снимем. И, возможно, будут все другие, которые я ожидал. Крупные такие. Вот они сейчас. Они сейчас за месяц поднимутся. Из-за бы большие вот прям. Вот все они тут. Сейчас набиваете, набиваете, набиваете. Они не успеваете кормить. Они сидят. Все только я им подлажу туда-сюда. Специальную подложку. Чтобы они не обосратые были. Вот она села на месте. Сидите, голубочка. Вот захотела она здесь. Все. Хоть будет. Вот эта голубочка. Вот там с этой. А, это ее песком? Да, песком. Это голубь. Вот это голубь. Ага. Вот они. Вот это колесо. Грудь. Откинута чуть голова такая гордая. Ну вот, друзья, кого заинтересовали голуби. Мясной породы, кинги. Оставим телефон Сергея Григорьевича. Звоните. Задавайте вопросы. Вот это вот, они сидят по цветам. Я стараюсь там. Ну сейчас, да, где-то там подклотник делаю там и прочее. Вот дальше ее. Оставлю. Мужчинах две штуки. Но ни с чем. Нету, я одни голуба еще не нашел. Вот одна голубочка машина. Голубь сидит на яйце. И у них с белым голубом вывелся вот такой парень. Красный, севахорский. Красный, да. Вот он такой, туда-сюда, что. Но мне нужен теперь вот еще и там одна голубка есть. Вот именно такой голубь. Чтоб уже я такую линию пустил бы, она пошла бы у нас. У мужчиного цвета. Вот. Другие сейчас у меня пошло. Родилось мне, кажется, все. И рыжие армяне бывают, и туда-сюда. Красивый. И цвет туда-сюда. Ряботы побольше, конечно, белость туда-сюда. Вот их песку немного отлиняет. Поглядим, что получится. Что из них получится. Тут сборная. Это то, что нашло себе... А то есть беспарная, как бы, да? Ну, было. Сборная. Вот теперь надо найти голуба этой голубки. Светло-синяя. А найти, Сергей Григорьевич, не так просто, да? Не, не тяжело. И вот еще одну я купил себе. Вот голубка. Это смешано тут уже может. И римский может быть, потому что она длинная чересчур идет. Запутанная. Низкопосаженное само тело голубя или голубки. Это значит, может быть, она близко тоже туда занюхали майданов, майданов, как там их называют. А, кстати, отличается, как бы, вот по корпусу, по внешнему виду. Конечно, она совсем другая. Отличается. То есть, Сергей Григорьевич, вы занимаетесь, стараетесь, ну, одной породы, чтобы улучшать качество, да? Вот кубка стоит, здесь креолин, чтобы блошня всякая не заводилась, там, у них много кое-что было. А воду добавляете креолин? Креолин обязательно. На молочко делается все. А сколько на воды там? Как молочко появится, чуть-чуть такое, слабенькое. 5 литров, ну, ему тут хватает. Они сейчас расплескают, они уже накупались. Все, можете неделю не вставить. Никто больше не залезет сюда в воду. А вот еще вопрос интересный, Сергей Григорьевич, скажите, пожалуйста, вот по поводу вкусового качества мяса, сравните со с курицей или как? Ну, знаете, я поел много всякого дичи. И я скажу, что как приготовить? Любой шашлык тоже самое можете приготовить, любой жирковый по-разному, и будет вкусно, понимаете? Ну, я имею в виду, напоминает вкус курицы, да? Нет. Нет? Мясо в ней чудо-корозоватое такое у них. Ну, вкус совсем, ну, вы имеете в виду, их забой у них идет от 32 до 40 дней. Вот это качество, вот это молодое мясо, оно соответствует именно, как пишут вам там в этих книгах. Соответствует. А если мы, конечно, возьмем старого голуба, оно будет по-другому. Ну, качество мяса можно изменить при кормлении. Ну, то есть, получается, молодых надо на бою резать. Не все идут молодые, все вот на биржу уходят во Францию, вся дичь, она вся уходит именно туда в таком виде. Куропатки, фазаны, перепелки, все там по весовым категориям, они же тоже рождаются, один больше, другой меньше. То есть, вот, пескунята, они родились, вот, у нее черный голуб, она споровалась, ее нету, вот сейчас я найду. А вот они сидят, в вашу. Ну, их видно по клевам, по голове, они будут приблизительно такие же, это самое, синие. Какой конфигурации там дальше, я не знаю, не могу сказать. Дальше пока. Вот у меня тоже лишняя есть голубочка, январская. Она уже, я споровалась, но мне нет. Вот там сидит, там я знаю, что они все будут идти красные. А тут пусть идет. Какая разница на мясо, что вам не написано, от красных, от белых и прочее. Ну, понятно. Так что вот так, друзья, кого заинтересовали мясные голуби, звоните, обращайтесь, задавайте вопросы. Вот и все, вот они сейчас находятся, сами пороются, все прочее, прочее. Ну, найду, я думаю, что, потому что синих нету. И я видел их много, как-то две женщины продавали, но я чуть не сосватался там. Тогда у меня не было желания. Именно завестить. Сейчас у меня появилось две голубки, значит, буду еще одного такого голуба. Ну, он больше похож на... Черт, я не знаю, тут намешано, до кучи. Грудь та же самая есть туда. И вот самая длина голубки той, она как раз соответствует, даже у нас римские, он еще больше. Они вот такие вот там получаются. Есть такое что-то оттуда. Ну, я не могу сказать это. Это хозяин. Кто-то их накрутили, они сами подошли ко мне. Я им дал пару черных, они мне дали белую голубку. Ну, я их знаю. Встречаешься уже годами и уже знаешь. Ну, брышут все. Брыхать не буду. Брышут все. Ну, на базаре два дурака. Один продает, один покупает. Может быть и так быть, но уже находишь в том плане, ты говоришь, сто процентов. Ты мне скажи четко. Вот он мне сказал, я говорю, спросил за желтого овова. Он говорит, ну, я говорю, год будет, он будет. Ну, вот уже второй год, вот уже навелось, помаду я туда-сюда, вот, значит, не обманул. Хотя я его знаю, он с Азова, он часто бывает, у них много ряботы. Ну, видно все такое овалом. Я тоже раньше держал. Почему их по три пары сидит? Потому что дальше больше будет одна борьба за территорию. Они и здесь вот сейчас вот нашли место, все, сел вот туда. То есть они сильно за территорию, да, дерутся? Очень сильно. Они забивают, вот сейчас сядет голубка на яйца, в голову делать нечего. Он вечером садится, после четырех часов. Он будет ходить, кружится, по-русски говоря, шароебится. Туда-сюда. Туда полез, туда полез, тут подрались там за территорией. Да, он будет поглядывать, чтобы к голубке никто не шел. Но он будет туда сам лезть. В голубка сидит, другая, чужая. Он воркует там, груда, свои определенные параметры. И все равно лезет к ней, лезет туда-сюда. Она хлопнула к рыжам туда-сюда. Продавила яйцо туда. Я их и скотчем заклеивал. И туда-сюда. Но сейчас более оптимальная подложка под ламинат. Она пористая чуть-чуть. И стараюсь подложить. Вот она там вот есть. Вот она, везде. Уже 100% яйцо не раздавится. То есть подложка. Вот они убрали сено, простащили. Сено здесь куча. Вот там тоже. Уже сидит сейчас она. Ты можешь снеснуть. Нет, нет. Вот уже шумит. Уже это. Подложка. Все. Потом вот целиком взяли, засрали пискулята. Свернули ее и в мусор. Все. Больше ничего. Ну вот, друзья, такой получился обзор. Сергея Гегорьевича. Это можно часами рассказывать, потому что нюансы есть. Потому что я пишу, никак не сосватаюсь. Именно так, то, что вы должны услышать. Там вот, допустим, кто-то чего-то. Я и добавляю и старт, и финиш. Бывает, вот когда сейчас кормят. Что-ничто все равно на заводе там положили. Хоть рыбные, хоть костные. Туда-сюда. Этого, допустим, не ничего. Да, и добавляю рыбий жир, зерно определенное время. И адолистол также где-то в конце лета, я вот сейчас уже в 2 месяца, надо травануть целиком. Потому что пропоить всех. И антибиотики, и... Ну, стараемся... Были сильные, сейчас я вам не скажу, сейчас туда... Раньше были сильные, это энрофлон испанский или португальский. Он был сильный антибиотик. Сейчас наши стали делать. Ну, пытаемся на них перейти. Потому что этого уже нету, как такового пророда. Может название другое быть, но другое. Сергей Григорьевич, а если обойтись без антибиотиков, возможно вообще содержание этой породы? Ну, можно, но я не думаю. Надо. Сейчас всего навала. Мы сами вот сейчас пришла какая... Вроде мы все раньше в поликлинику проходили. Кто с глистами, кто с кашлем, кто чего, пневмония. Они приходили, и никто не знал, что она переходит, не переходит. А случилось так, что это... Уже давно должны были еще 30 лет назад построить такие клиники инфекционные. А то одна была у нас, и по носам, и все, до кучи надо. И ранка, все это инфекционно. А сейчас уже именно направление. А ну, это сейчас кинулись, пока не прохватило. Так и тут же. То есть, если не добавлять антибиотиков этим голубям, они болеть будут, да? Ну, я не скажу, что болеть. Ну, нужно смотреть. Разнообразный корм должен быть. Кто хоть меня что-то будет говорить, у меня там до 10 минимума. И кукуруза, и пшеница, и сорока, и проса, и рабственную есть. И также ж гранулы там финишевые, или, допустим, туда-сюда добавляем. Ну, и горох туда. Они знают семечки, они знают то, что быстренько сразу выделят. Здесь нет ни гороха, ни кукурузы. Все. Это в первую очередь они съели то, что... Остался ячмень? Ну, ячмень, чудок. Пшеница, овес шелушеный. Сорга красная. Там может по углам рабс быть. Ну, гранулы тоже выклевали, ни хера нет. Они знают, у них на клюве, по бокам, там искусственные качества, они сразу, когда берут, зернают. И все. Ну, интересные голуби, интересная порода, своеобразная. Ну, вот и все. Они живут на земле. Ходят по земле. Хотя по бетону, вы знаете, у них такие наступы бывают. И бетон, есть бетон. Ну, понятно. Здесь я взял, засыпал, часть тут ракушкой, прочее-прочее, тут в море раздевают. А сейчас сгорнул, песком засыпал, все, на сезон. Это по осени. Сейчас вот, когда осень, сейчас линька начнется, тут все будет по полу. Ну, начинаешь. Так же и дезинфекцию делаем специальные, эти самые. Кролейный слеза, похоже, уже много не единиц. Я по кроликам смотрел, когда мы, допустим, чтобы не было комарей и мух, мы, это самое, пшикали клетки, чтобы улетала муха. Днем муха, заразу, разношусь, вечером комар. Так же все тут, они кружатся, ну, мух нету, значит, вот я им туда налил, они покупают. А как они вот зимой переносят, зиму вот? Нормально. Нормально, да? Они еще съели на яйцах зиму, вот январские там у меня есть. Январь, ну, в этом году зимы, как таковой, не было. То есть они круглый год у вас водятся, да? Да. Нет, ну, им, конечно, я так думаю, хороший корпус поставить, чтобы светло было со всех сторон, и все. И тогда будет, там будет оптимально. Они тогда будет вам приносить круглый год потом.